Уже есть начальные знания, необходимые и достаточные для того, чтобы с простыми исками обращаться в суд и защищать свои интересы в суде. И еще раз насчет способа защиты своих прав. Я всегда говорю, что единственный способ – это обращение в суд. Я хочу себя дополнить. Если досудебный порядок, внесудебный порядок не дал положительного результата. То есть можно попытаться поговорить об изменении условий договора, об исполнении договора в досудебном, внесудебном порядке. Но если эти разговоры не дали положительного результата, все, ты обречен обращаться в суд. Вот следующий вопрос, он перекликается или нет. Вам говорят, идите в суд, чтобы отстали. И все в нашей стране стараются до суда не доводить. Ну нет. Ну вот я предыдущие мои слова как раз опровергают это. Вам не говорят, идите в суд для того, чтобы вы отстали. Вам говорят, что единственный способ окончательного решения вашей проблемы – это обращение в суд. Это право, но не обязанность. Если ты не хочешь этих хлопот, если ты готов смириться с нарушением твоего права, с ущемлением твоих интересов, то ты не иди в суд. Повторяю, это право, но не обязанность. Вот и выбирай между правом и неправом. Ты хочешь право или ты хочешь жить в неправе, в несправедливости? Это твой выбор. Понятно. Следующий вопрос. У нас в договорах, ну, видимо, с обслуживающей организацией речь идет, есть много текста, написанного мелким шрифтом. Лично я никогда не знаю, на что обращать внимание, на что нет. Хороший вопрос. Я на него дам сначала такой очень общий ответ. Поскольку наши отношения с управляющими организациями, которые за наши деньги выполняют функцию подрядчика по содержанию, эксплуатации и ремонту общего имущества нашего дома, а мы в этих отношениях выступаем потребителями, то мы должны помнить о том, что какие бы слова не были записаны в договоре, все те слова, которые противоречат императивным обязательным нормам права и ухудшают наше положение по сравнению с этими обязательными условиями, установленными законодателем, в силу статьи 16 закона о защите прав потребителя, они признаются недействительными. Поэтому, подписывая договор, мы должны понимать, что законодатель уже нас защитил тем, что то, что написано мелко и ухудшает наше положение по сравнению с законом, уже недействительно не порождает правовых последствий. А теперь конкретно к этому списку мелконаписанному. Ну, не хотите читать, не подписывайте. Ну, если вам лень читать, а какая разница, мелкая или крупная? Что за постановка вопроса вообще-то? Это, знаете, какое-то расхожее сейчас появилось, тут некоторые наши просветители, да, говорят о том, что если мелко, значит, а вот ты скажи, что мелко, что... Да как это так? Ну, ты же грамотный, ты же три класса кончил, ты же писать, читать умеешь. Ну, возьми, почитай, ну, по слогам почитай, если ты медленно читаешь. Ну, прочти, как можно подписывать, не зная, что ты подписываешь. Вот вчера были несколько человек с этими микрокредитами, это же ужас, как люди идут вот на эти сделки, совершенно кабальные сделки, которые нормальный человек ни в коем случае никогда не совершит. Да, и вот они оказываются заложниками этих сделок, не зная, что... Под чем они подписываются? Да, что прекращение обязательства кредита только смертью прекращается. Только смертью. Обязательство должно исполняться, надлежащее обязательство прекращает исполнение. Либо смерть должника, поэтому нужно быть очень осторожными, и нужно всегда самое мелкое. Либо вообще уйти оттуда, там тебе, да, тебе не нравится мелко, уйди, найди там, где крупно, не подписывай. Что это за аргумент вообще-то? Нет, но... Это аргумент к невежеству. Нет, но знаете, как вот в тех же, в каких-нибудь, я не знаю, в рекламных проспектах банков, да, вот что-то написано мелким шрифтом, и человек внимательно не... Что здесь вот какой-то подвох... Давайте я отреагирую на ваши слова в рекламных проспектах. Рекламные проспекты не являются условиями договора, рекламные проспекты, аферты делать аферту. То есть они приглашают тебя с твоим предложением, а уже потом появится договор. И все эти рекламы, мелкие, не мелкие, не есть условия договора. Нет, я ведь имел в виду... Но вы слово реклама сказали. Ну, да, но я имел в виду не это, а вот то, что, значит, вот самое там значимое, написанное мелким шрифтом, на что человек не обращает внимание. Ну и почитайте, так почитайте. И вот здесь аналогия, что может быть здесь тоже какой-то подвох? Всегда нужно читать то, что ты подписываешь, иначе можно подписать себе смертную казнь. Когда я учился в военном училище, у нас был очень противный старший лейтенант. И однажды ему подсунули акт на списание запасных частей вот этого зенитно-ракетного комплекса, в котором указали его фамилию и имя отчества. И он подписал это так. То есть он списал себя. Это была такая шутка. Да. То есть надо читать, надо читать то, что ты подписываешь, а не подмахивать не глядя. Ну, понятно. В прошлый раз мы разбирали ситуацию со сменой председателя ТСЖ, и речь шла о том, что председатель собирается взять самоотвод, а ему нет замены. И вот был такой вопрос, а если председатель беременная женщина? Ну, давайте разберемся в словах, которые вы сейчас произнесли. Нельзя брать самоотвод после того, как тебя избрали. Можно взять самоотвод до того, что тебя избрали. Так одно из двух. Либо ты берешь самоотвод, и тебя не избирают. Сложить полномочия. Либо тебя избирать. О! Вот давайте так, да. Да, то есть если председатель хочет сложить полномочия, то правление должно избрать другого председателя. Вот и все. И здесь никаких... Ну, как? Ну, все, я складываю в себя полномочия, я не хочу быть председателем. Угу. И вообще, давайте поподробнее несколько о правлении председателя. Итак, органом управления, избираемым общим собранием дома, является правление, а уже правление избирает председателя. И вот в этот момент, когда правление, там, 3, 4, 50 человек, я не знаю, может быть, 50 подъездов в этом доме, и из каждого подъезда по одному человеку вошло в правление. Их может быть 50 человек. То есть все определяется на самом деле, в первую очередь, волеизъявлением общего собрания дома при создании ТСЖ. Этим волеизъявлением является устав, устав этого ТСЖ. Решение об избрании способа управления общим имуществом нашего дома путем передачи этих полномочий созданному ТСЖ. Общее собрание. Вот знаете, говорят, как назовешь корабль, так он и поплывет. Вот как общее собрание проведет, вот это вот первое учредительное собрание по созданию ТСЖ, по утверждению устава, как это будет все оформлено протоколом, подписями, все на свете. Вот так этот корабль и будет плыть. Если он правильно назван, то все правильно сделано, он правильно поплывет. А если там вообще так собрались, покричали, ничего не оформили и вообще непонятно происхождение этого корабля, происхождение наименования этого корабля, он утонет, к чертовой матери, и на этом все закончится. Понятно. Ну а вот если такая ситуация, вина председателя не доказана. К примеру, говорят, проворовался, а фактов нет. Вот на каком основании предъявляются такие? Уважаемый Юрий Евгеньевич, в силу Конституции Российской Федерации каждый считается невиновным, пока его вина не будет доказана приговором суда, вступившим в законную силу. Вообще непонятны эти слова. Вор, проворовался, что уже есть приговор суда. Если есть приговор суда, то там обязательно все будет в этом приговоре решено. В частности, ему будет запрещено занимать эти должности. Что значит проворовался? А где вы были? А где вы были? Вы члены ТСЖ. Вы-то чем занимались? Вы, между прочим, являетесь, как часть общего собрания, являетесь самым главным органом управления общим имуществом дома. Деньгами ТСЖ. Это вы, член ТСЖ, управляете деньгами через общее собрание. Так управляйте. Не будьте безразличны к тому, что происходит. Все какие-то сторонние наблюдатели. Поворовался, не проворовался, правильно, не проворовался. Ну, зритель так задал вопрос. Нет, нет, нет. А вот мы...